Мало кто знает, что сено и солома, заготовленные не по правилам, не только вредят животным, так как не насыщены необходимым количеством питательных веществ, но еще и весьма пожароопасны. При определенном воздействии высоких температур, что не редкость для летней поры и не соблюдение технологий сбора и хранения, такое явление, как самовозгорание, не редкость. Не нужны ни спички, ни обвиняемый во всех бедах алкоголь. Достаточно просто пустить дело на самотек и не контролировать уровень содержания влаги. Каждый день ведется контроль хранения грубых кормов в сеноскладе. Мерается температура, мерается влажность, ведется журнал качества грубых кормов. Влажность сена должна соблюдаться в рулоне, чтобы не превышала 17%. У нас таких случаев нет, чтобы сено уже превышало. Мы смотрим на поле, удерживаем технологию и прессуем его. В случае, если будет повышенная влажность, сено надо разрезать тюки и потрошить его. С целью предупреждения пожаров в каждом хозяйстве ведется строгий учет и проводится тщательный анализ состояния заготавливаемых кормов. Следят за ситуацией и осуществляют свой мониторинг и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Согласно установленному графику, инспектор посещает сельхозобъекты, на которых ведется заготовка кормовых, и проверяет соблюдение техники противопожарной безопасности на всех этапах работ. При проведении мониторинга мы непосредственно смотрим, обращаем особое внимание на исправность первичных средств пожаротушения, наличие воды в ямкостях, а также ограничение доступа у стройных лист на территории сельных складов. Также мы проверяем влажность. Такой контроль должен позволить избежать как пресловутого человеческого фактора, так и влияния природных особенностей и обезопасить процесс летних сельскохозяйственных работ. В деле противопожарной безопасности не бывает мелочей, именно поэтому такое пристальное внимание не кажется излишним. Скорее наоборот, такой грамотный и ответственный подход к делу у каждого специалиста позволит сохранить не только продукт сельского хозяйства, но и здоровье тружеников села. Продолжение следует...